Это естественная возвышенность. На такой у татарских ханов были наблюдательные вышки. Сюда отправлялись караулы, которые системой костров давали сигнал в случае опасности в Сарайберге, в столицу. И, собственно, татарский курган, поэтому Мамаев, собственно. А высота 102.0, это географическая высота кургана, поэтому, собственно, высота 102.0. Это не самая наивысшая точка в нашем городе, но именно с этой точки открывается вид практически на все районы города. Видны основные заводы, и особенно хорошо видна волна и все, что происходит на левом берегу. Поэтому кто господствовал на этой высоте, господствовал над городом. На вершине кургана находились водонахорные баки, они снабжали питьевой водой весь город. Собственно, в период боев эти баки окрестили чертовыми куполами. Курган постоянно переходил из рук в руки, и даже Василий Иванович Чуйков не брался назвать цифру, сколько же раз он переходил в руки. Но сами участники боев вспоминали, что склоны его были буквально липкими от крови. Когда бои завершились, в течение двух лет на Мамаевом кургане не росла даже трава. На один квадратный метр приходилось до 1250 осколков. Если бы вы взяли гор с земли, мне оказалось минимум 5 гильз от патронов. Только бомб крупного калибра было вывезено более 40 тысяч тонн. До сих пор каждый год Мамаев курган планово разминирует. Хотя прошло столько времени, но земля все еще продолжает выбрасывать все новые порции металла. В период боев противнику удалось все-таки захватить вершины. Это случилось 14 октября. И когда он захватил водонапорные баки, питьевая вода из них была выпущена, а в самих баках были сделаны мощные укрепления Доты. Вся территория по периметру была заминирована. Была протянута колючая проволока, прорыт ров глубиной до 2,5 метров, шириной в отдельных местах до 10 метров. Поддержку с неба оказывала немецкая авиация, которая постоянно бомбила этот район. В самих же баках засели немецкие корректировщики огня. И они начали давать корректировки на Волгу. Поэтому переправы в немое время стали просто невозможно. Долгое время высоту не удавалось взять, но в середине января 284-я дивизия полковника Бутюга все-таки смогла штурмом захватить эту высоту и выдрузить над ней Красное Знамя Победы. В 284-ю дивизию входили моряки Тихоокеанцы, Северомовск. Они были переправлены в наш город в ночь на 22 сентября. Если вы повернете голову налево, вы увидите жилые кварталы и стадион Волгоград-Арена вперед Сталинградской битвы. Здесь находился крупнейший нефтесиндикат. Помните, я вам рассказывала про оградок Бранобель? Вот здесь как раз находилось предприятие Бранобель. Оно было полностью разрушено. Переправившись в районе нефтесиндиката, 284-я дивизия отбила метизный завод и по юго-восточному склону вклинилось на глубину немецкой обороны 700 метров. Эту территорию они удерживали до того момента, пока окончательно не выбили противника, продержавшись на высоте дольше других соединений. 135 дней и 140 дней обороны. Своего командира Николая Филипповича Батюка сами бойцы в шутку называли наш огнеупорный Батюк. И мы идем как раз по восточному склону Кургана. Единственный склон, который так и не был занят противником, это была наша оборона и по сути линия обороны 284-й дивизии. Когда бои завершились в феврале месяце, здесь были похоронены участники обороны Кургана и на первой братской могиле как раз выжившие дали обещание и обязательно увековечить память своих погибших товарищей. В 1945 году, когда завершилась война, в нашей стране объявили конкурс на лучшую идею памятника здесь, в Сталинграде. И Евгений Викторович Ручитич, который очень много слышал о битве от Василия Ивановича Чуйкова, собственно, выступил с официальной речью перед руководством нашей страны. В своей речи он сказал, что один памятник не сможет отразить всю грандиозность и масштабность Сталинградского сражения. Ту цену, которую мы отдали до конца победы. Он предложил обратиться в большую форму монументального искусства и создать целый памятник ансамбль, который спустя годы погрузит пришедшего в атмосферу военного времени. И в камне расскажет историю величайшего сражения. Идея была очень сложной в исполнении, ведь скульптура предполагалась расположить не на горизонтальной поверхности, а прямо по склонам Кургана. Также здесь проходили две железные дороги, которые мешали строительству. Но, тем не менее, его идея была решена восстановить всю жизнь. Работы велись почти 9 лет. 20 тысяч тонн металлоконструкции, 25 тысяч тонн бетона ушло на строительство. Была проделана колоссальная работа. Раз что бы не пришлось переносить железные дороги, гидростроевцы, инженеры предложили создать сеть искусственных насыпей, укрепленных железобетоном, которые каскадом поднимут пришедшего прямо к подножию памятника ансамбля. Так появилась аллея пирамидальных тополей, по которой мы с вами идем, и дальнейшая площадь, стоявшая насмерть. Аллея пирамидальных тополей длиною 300 метров представляет собой своеобразный средор времени. Вдоль нее высажены пирамидальные тополя. Они как будто отрезают нас от города. Постепенно все звуки города за спиной затихают, и мы переносимся абсолютно в другое время. На Мамаевом Кургане нет случайностей. Наверняка вы уже обратили внимание на воина-солдата, который был перед нами, но по мере нашего приближения он начал исчезать, как будто укрывшись от нас в окопе. Когда мы начнем подниматься по лестнице, он не просто встанет в полный рост, он будет, что допустим, в полный рост. Яйца. В Quejopinch 집. В Китае. В Китае. В Китае. Продолжение следует... Насмерть. Центральная часть этой площади – бассейн, символизирующий собой реку Волгу. Из нее, словно скала, вырастает фигура воина-солдата. Он как будто сделан из скалы или части ее, символизируя собой солдат, которые, как нерушимая стена, стояли на волжских берегах. Чтобы показать максимальное напряжение буквально каждой клеточке тела, торс бойца, как у греческого героя, сделан оголенным. В правой руке он сжимает гранату, в левой руке автомат, в лице не теми страха. На скульптуре сделаны надписи, как будто разной рукой. Ни шагу назад, стоять насмерть, не посрамим память и предков. Их писали как будто разной рукой. В 50-е годы, когда скульптуры прибыли в Сталинград, они видели эти надписи повсюду. На развале на дому, в подвалах. Их часто писали солдаты в минуту затишья между боем или перед тем, как пойти в бой. Ученые почитали, что в среднем жизнь солдата в Сталинграде длилась всего 24 часа. И тот, кто здесь продержался неделю, уже считался настоящим счастливцем. И поэтому очень часто все, что оставалось от человека в этом городе, это надпись, сделанная им в бухгалке, чтобы именно эти надписи сюда имели перенеснуть. Несмотря на то, что образ воина-бойца собирательный, в его чертах лица любители с на такие историей неизменно узнают партнер. Он использовал вас в легендарном командарном 62-го армии Василия Ивановича Чечкова. Как вспоминал сам Евгений Викторович Чечкович, когда он создавал образ русского солдата, мужественного, непобедимого, бесстрашного, несогрушимого, в его голове неизменно всплывал образ Василия Ивановича Чечкова, которого он считал образцом русского солдата. Василий Иванович действительно пользовался колоссальным авторитетом среди своих войск, был очень мужественным мужчиной. Кроме того, он имел очень яркую внешность. Как говорил сам Вучетич, ничего не нужно было придумывать, просто бери и лепи. Василий Иванович принял командование 62-й армии, когда ему было всего 42 года, он действительно обладал яркой внешностью и телосложение также лепилось с него. Ну а разрушенный, опаленный огнем Сталинград Евгений Викторович воплотил в своем самом необычном скульптурном произведении «В стенах руинах». Я предлагаю нам отправиться. «Стены руины» – очень интересная скульптурная композиция, необычная крайне. Для ее создания Евгений Викторович ездил к разваленным домам, снимал с ней гипсовые слепки и переносил их сюда, мамая в курган. Поэтому каждый кирпичик, который вы увидите, каждый арка и лестничный пролет, все это перенесено с реальность разрушенных домов Сталинграда. Две стены отражают две темы. Стена Слива статична, она посвящена клятве и верности долгу. Поэтому на ее торце два основных девиза. «Ни шагу назад», он же выдержка из приказа 227, вышедший в период обороны Сталинграда. И «За бога для нас земли нет». Эти слова впервые произнес снайпер Зайцев здесь, в Сталинграде. И в дальнейшем они стали девизом для всей 62-й армии. Вторая же стена показывает контрнаступление наших войск, взаимодействие всех родов войск. И ее основной девиз «Только вперед». Две стены сделаны под углом 45 градусов. Чтобы пройдя сквозь них, человек ненадолго оказался в атмосфере военного Сталинграда. И чтобы усилить этот эффект, впервые в истории архитектуры и скульптуры, Евгений Викторович использовал необычный прием. Это звуковое сопровождение. Мы услышим не только музыку военного времени и голос легендарного диктора Юрия Левитана. Мы здесь также услышим и звуки уличного боя. И поэтому ненадолго погрузимся в атмосферу именно военного города. Я предлагаю пройти сквозь эти стены и ощутить на себе их атмосферу. В начале стены кажется действительно бесконечным объектом. Но при ближайшем рассмотрении видно, что каждый кусочек содержит в себе отдельную историю. Здесь мы увидим и часового. Примерно такого же роста был сам Бучетич. Но на фоне стен он кажется буквально игрушечным солдатиком, символизируя уничтожность человека в водовороте войны. Огромная ладонь, впечатанная в камень, символизирующая, что в городе, где плавился металл и разрушался камень, человек в плоти и крови выстрелил. Мы видим фигуру воина-солдата, который, раскинув руки, закрывает с собой город. В другие люди я играл, но оружие, которые их не допускают. Обратите внимание, как все воины-отваяни, стекущные и полетели рельсы. Ну а если мы посмотрим на противоположную стену, здесь тоже увидим бойца, который поднялся с развернутым знамением в полный рост. Звучит на его наконечную камень. У меня пишет в Бесе отца. Здесь очень много цитатов. У вас, два! У вас, два! У вас, три! 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 Чтобы не забывали, чья это улица, чей это дом. Если мы посмотрим на стену слева, то увидим, что вначале индивидуальные лица солдат постепенно становятся однотипными. Они как будто сливаются со стеной, становясь ее частью, символизируя туловичных солдат, которым стали...